всем привет друзья вы на канале life up поехали сегодня у нас интересный необычный случай с вырованным гнездом зарядки micro usb на планшете и потерянными дорожками обязательно смотри видео до конца и ты узнаешь реально ли восстановить работоспособность этого устройства продолжим тему планшетов сегодня у нас планшет модель я вам не скажу просто потому что он не включается они включаются из-за отсутствия разъема зарядки вырван с корнями и на задней крышке просто не могу видимо или на плиту и уложили этим делали непонятно на задней крышке тоже не могу прочитать название ладно приступим к разборке и по ходу движения на плате возможно выясним что это за планшет приступим снимаем заднюю крышку отщелкиваем дальше по периметру карточкой ну легко отщелкивать так вот у нас название модели asus fe 170 cg насколько я понимаю это и есть название модели так теперь нам нужно необходимо отсоединить разъем аккумулятором батареи отсоединяем шлейф дисплея разъем аудиодинамика разъем вибромотора коаксиальный кабель еще один динамик отсоединяем шлейф кнопок включения выключения громкости и начинаем откручивать винты ну смотри тут винтов много не хватает скорее всего планшет уже был в ремонте может быть не один раз извлекаем модуль шлейф сенсора делаем это аккуратно чтобы не повредить шлейф так и теперь плата у нас должна выйти отсюда да все плата у нас извлекается так сейчас сейчас уберем фронтальную камеру вот не хватает у нас три контакта три пятака сейчас будем восстанавливать разъем и припаивать дорожки и припаивать дорожки первым делом я вижу тут очень много припоя надо весь припой этот лишний отсюда убрать приступим так плату установили теперь нам нужно убрать на всякий случай отсюда основную камеру добавим флюса немного ингредиент добавим флюса в в в в в в А теперь надо очистить этот флюс. В запасе нашелся подобный этому разъем. Такой вот. Он подходит. Единственное, вот эти вот задние ножки, они нам не нужны, они нам будут мешать. Соответственно, я их сейчас отрежу. Задние ножки я обрезал. Теперь разъем должен идеально подойти на свое место. Заклеили. Теперь устанавливаем разъем. Теперь даем немного остыть. Все, плата у нас остыла. Снимаем скотч. Надеюсь, будет видно хорошо. Так, тут нужен паяльник с очень острым жалом. Теперь припаиваем дорожки. Так, ребят, остановлю съемку. Неудобно все это делать, еще без микроскопа. Поэтому покажу конечный результат. Так, ну, сейчас постараюсь вам показать, что у нас получилось. Вот видите, при контакте припаялся. Дорожки устанавливаем. Так, значит, когда припаялся, все это дело, необходимо очистить разъемы дорожки от флюса. Так, делать надо это очень аккуратно, мягкой щеточкой, к желанию, по возможности. Чтобы не сорвать наши дорожки, сейчас поставим плату, проверим на источнике питания. Уберем наш планшет, устанавливаем плату и подключим. В общем, ребят, пролежал полчаса, результата никакого, заряда нет. В общем, обнаружил следующее, крайнее левое. Она у нас не пропаялась и в результате заряд не идет полноценно. Сейчас мы ее пропаяем паяльником и попробуем еще раз. Так, в общем, пропаять сам контакт не получилось. Вот так, наверное, будет видно. Замкнул контакт на корпус. Сейчас проверим, идет ли зарядка. Пробуем, надеемся, что планшет все-таки запустится, потому что аккумулятор в глубоком разряде. В общем, ребят, не получилось ничего с зарядкой, аккумулятор ни в какую не хочет принимать заряд. Простоял, простоял, наверное, час и разряжался даже, но не заряжался. Боюсь, что это, наверное, последствия глубокого разряда, поэтому пришлось так вероломно его заряжать. Снял аккумулятор. Убрал пленку защитную и напрямую зацепил. Сейчас заряд на аккумуляторе. 3,7. Был 2,7. Попробуем поставить его на место, подключить зарядное устройство, ну и включить вообще, в принципе, планшет. Получится или нет. Все, аккумулятор установили. Давайте попробуем включить планшет. Планшет включился. Попробуем подключить зарядное устройство. Ну, результата никакого. В общем, все, ребят, разобрался в гором вополам. К счастью, это оказался не контроллер заряда АКБ. Все чуть проще. Сейчас включим планшет, еще раз проверю. На включенном планшете заряд идет. Все, заряд пошел. Сейчас разберу планшет. Так как нам необходимо это сделать, чтобы поставить фронтальную камеру. И покажу вам, в чем была проблема. Проблема была в следующем. В результате небрежного отношения, когда вырвали гнездо, вместе с пятаками. отнесли его в ремонт. Там его отремонтировали. Но в результате, опять-таки же, небрежного отношения, снова вырвали разъем. И тут ситуация ухудшилась. Тем, что дорожки и минусовая, и плюсовая также были надорваны уже. И они у нас не пропаялись. И пришлось, соответственно, восстановить все пять дорожек. Что же делать в таких случаях? Когда разъем уже не единожды был вырван. Как поступить? Ну тут, я думаю, два выхода. Либо очень бережно относиться. Либо все-таки, наверное, самое оптимальное, это купить магнитную зарядку. Чтобы вставить туда разъем и забыть про него. Заряжать своими зарядниками, своими шнурами. Также пользоваться во время зарядки. Это плохо сказывается и на батарее. Также и разъем расшатывается. В результате получаются вот такие вот последствия. Прежде чем собирать, нам нужно вернуть на свое место основную и фронтальную камеры. Устанавливаем заднюю камеру. Крышку. И защелкиваем. Заряд пришел. Друзья, это был не совсем простой ремонт. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok